Навыками бережливости должны владеть как взрослые, так и дети самого раннего возраста. На этом акцентируют внимание разработчики республиканской программы «Зелёные школы». Необходимо не просто экономно относиться к теплу, газу, воде, своему жилью, природным ресурсам, но и других научить делать так же. Это уже усвоили мальчишки и девчонки, воспитанники старших групп детского сада номер 19, проявив огромный интерес к акции «Школа Берегоши», которая является частью республиканского образовательного проекта «Зелёные школы». С этого учебного года наше учреждение участвует в республиканском образовательном проекте «Зелёные школы». Этот проект направлен на то, чтобы формировать у детей навыки экологической грамотности и бережного отношения к окружающему миру. У нас в этом проекте участвуют 7 групп, 7 старших групп, это почти 90 воспитанников. Работа ведется по направлениям, это биоразнообразие, энергосбережение, водосбережение, обращение с отходом. Воспитатели знакомили детей с азами бережного отношения к природным ресурсам. Кроме того, говорили о том, что они, несмотря на свой маленький возраст, могут сделать для экономии и сохранения ресурсов, которыми располагает человечество. Для того, чтобы помочь ребенку дошкольного возраста усвоить азбуку заботливого и бережливого отношения к богатствам земли, педагоги использовали разные формы работы. Выставки, коллажей, рисунков, конкурсы, игры, а также работы, выполненные с участием родителей. Рядом с детьми должен находиться взрослый человек, который покажет пример экологически грамотного поведения и научит этому детей. Родители воспитанников нашей группы приняли активное участие в исследовании расходования электроэнергии дома, а также в изготовлении коллажей и рисунков по экономии бережливости. Совместная работа дошкольного учреждения семьи сможет дать положительные результаты, будет способствовать более серьезному и ответственному отношению взрослых к экономному использованию энергоресурсов и воспитанию этих качеств у детей. Сейчас малыши обсуждают и применяют свои деятельности правила бережливости, потому как знают, что экономят электроэнергию, газ и воду, они экономят труд многих людей. Мы используем с детьми разные формы работы. Это и занятия, и игры, и беседы, и видеопросмотры, и аудиозаписи. И обязательно очень важно использовать тематический подход. Бережное и экономное использование природных, топливно-энергетических ресурсов с каждым годом становится все более актуальным вопросом и в наших силах вырастить поколение культурных и бережливых людей. Ирина Кузьмич, Павел Малышонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ